Это утро в Петербурге, и мы продолжаем. Эх, так и хочется сказать, жаль, камера не передает ароматов. Но в случае с камели японской, которая зацвела сейчас в ботаническом саду, это абсолютно не страшно, ведь у нее нет никакого своего запаха. А как так получилось, спросим у ведущего агронома ботанического сада, Александра Валчанская. Александра, приветствую вас. Здравствуйте. Рассказывайте секрет камелии нам скорее. Ну, вот так сложилось, что действительно камелия японская, и все ее в основном, культивара их очень много, свыше двух тысяч, они все разнообразные по степени махровости цветка, по окраске цветка, но они лишены аромата, абсолютно не пахнет. И как сам цветок, так и листья не содержат каких-то эфирных соединений. Поэтому это и становится обстоятельством таким, которое используется в литературе, как в романе Александра Дюма-младшего «Дама с камелиями», или, как, например, Коко Шанель очень любила эти растения, потому что могла позволить украшать себя цветками камелии, и это не противоречило всем ее ароматам. Ну, кстати, цветы – это тренд и хит сезона, действительно, и вот если какую брошку сделать или приобрести в такой форме, и вот как-то так носить, это будет супермодно именно в этом году. Это вот такая тоже особенность камелии, что от цвета они не распадаются на лепестки, как мы привыкли, с розами, лепионами, а от цвета падает целиком головка, сохраняя, в принципе, всю свою декоративность. И с этим тоже связаны какие-то свои традиции на Востоке, да? Это, скорее, уже такое азиатское представление о камелии японской. Камелия японская в Японии – это цветок самурая. Очень долгое время культивировать эти растения могли только лица высших сословий, и существует даже такое устойчивое выражение, что камелия японская цветает с гулки, падая, производит звук гулкой такой отлетающей головы самурая. Может быть, не очень приятное выражение, но это действительно так, когда вот камелия цветает, действительно падает вся целиком тяжелая головка и дает такой звук о песок. И правда, что по этой причине в японских садах, собственно, не выращивали японскую камелию? В традиционных храмовых или чайных садах действительно камелию японскую не выращивают, потому что это сады для медитации, погружения в себя, и никакой звук гулка падающей головы самурая, конечно, тревожить вас не должен. Но это не значит, что камелию японскую в Японии не любят, ее очень любят, уважают, очень много сортов выводят. Просто это отдельные сады, сады камелии японской. А правда, что в Японии она отсидет ровно в то же время, что и в Ботаническом саду Петербурга, и даже символизирует наступление весны? Ну, мы стараемся, да, создать в своих оранжереях климат сходный с природными местами произрастания камелии, поэтому понижается температура на субтропическом маршруте. Зимой здесь не выше 10-12 градусов тепла, слегка снижается уровень полива, всегда высокая влажность, и действительно в конце января начинают свести ранние сорта, и цветение продолжается около месяца до середины февраля примерно. И именно из-за этого, кстати, в наших петербургских квартирах, где всегда довольно-таки сухо от батарей, вырастить такую красоту не получится. Поэтому, Александра, мы благодарим вам, что вы показали нам и рассказали красоту Ботанического сада. Если вы хотите найти цветущие камелии здесь, то ориентируйтесь на субтропический маршрут.